Новости на государственной телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Главные новости на сегодня. Завтра рассвет наступит позже. Раймон Берберян. Комитет по иностранным делам парламента Канады проведет слушание по поводу блокады Бердзорского коридора. Законница Западной Армении Акан. Исторические сады Хевселя в Тигранакерте на грани исчезновения. В ванне обнаружены высеченные в скале гробницы урарского периода. Состояние 207-летней школы Хориня в плачевном состоянии. Ремесла в Западной Армении керамика. Завтра рассвет наступит позже. Раймон Берберян. Вот уже несколько месяцев я стою перед самым важным для меня вопросом. Больше чем это можно себе представить. Кто тот человек, который притворяется профессором и осмеливается высказывать свое мнение, на каком основании не посоветовавшись с нами теми, кто направляет народ. Даже если меня не понимают, я по крови привязан к армянам. Даже если моя личная жизнь не включает в себя тех, на ком держится эта связь. Начнем с основной предпосылки. Каждый, кто высказывает свое мнение о том, что принадлежит нам, имеет свою точку зрения, которую нужно уважать, независимо от того, ошибочна она или нет. Об этом стоит задуматься. И в тот день, когда мы соберемся за круглым столом, хорошие и плохие, ангелы и дьяволы, я, ты, они, оставим свое мнение на усмотрение. Никто не будет прав, так как если бы у нас была правда, наша судьба была бы уже решена. Полную статью читайте на нашем сайте. Комитет по иностранным делам парламента Канады проведет слушание по поводу блокады Бердзорского коридора. Об этом сообщил член Палаты общин Канады Гарнет Дженниус. Консервативные члены Комитета по иностранным делам канадского парламента работают с другими оппозиционными партиями, чтобы созвать срочное слушание по поводу блокады Бердзорского коридора в Арцахе. Наша комиссия должна собраться на этой неделе. Азербайджан должен прекратить блокаду, написал депутат. Западная Армения приветствует подобные шаги, направленные на разблокирование дороги гори Степанакерт и создание возможности передвижения людей. Азербайджан намеренно организовал якобы экологические акции с целью тем самым добиться уступок, которые могут быть также территориальными. Город Акан в Западной Армении упоминается как Акин. Турки искаженно назвали его Эгин, в дальнейшем переименовав в Кемалии. Акан находится на берегу Западного Ефрата между Тавровским и Антитавровским хребтом на пути из Ерзенка в Харберт. Высота над уровнем моря более тысячи метров. Возле берега реки растет виноградник. В городе много источников и свежий воздух. Из-под скалы течет холодный, приятный на вкус источник, известный как Акан или Аканцов. Источник, переходящий в реку, присоединяется Хэнкадзор, падая в Ефрат. Между окрестностями города и вокруг него раскинулись многочисленные сады и парки, которые придают особый шарм. Вокруг города есть медные рудники, которые разрабатывались с древних времен. Церковная епархия Акан имела известных предстоятелей, одним из которых был Гарегин Сарванцтян. В начале XIX века в городе проживало около 10 тысяч жителей, больше половины из которых армяне. К концу XIX века его население достигло 20 тысяч человек, половина из которых армяне. 3 февраля 1896 года турецкие бандиты нападают на город Акан, а курды на армянские села, вокруг него убивая жителей, грабя и поджигая дома. Вместе с десятками других городов Западной Армении и сотнями сел Акан переживает великую катастрофу 1915 года. После Первой мировой войны около 400 депортированных армян Акан вновь обосновались в родном городе. Далее вследствие новых турецких насилий значительная часть жителей покидает Акан, прибегая к эмиграции. Сады Тигранакерта под названием «Парк культуры», которым 8 тысяч лет, включенные в список Всемирного культурного наследия, сдаются в аренду частным организациям. На исторической территории, где запрещено забивать даже гвоздь, строят незаконные дороги и проводят прочие строительные работы. Общественные организации возбудили уголовное дело против попыток уничтожить сады Хепселя, который является объектом Всемирного наследия. Сегретарь Тигранакертского филиала управления градостроительством Махвуд Оскессин заявил, что происходящее здесь противоречит закону. В результате строительных работ территория сельскохозяйственного назначения Хепсели окажется под угрозой. Западная Армения констатирует очередное беззаконие на нашей территории, привлекая внимание международного сообщества. Западная Армения, будучи признанным государством, оккупированная Турцией в цивилизованное время продолжает нести большие потери. Депортированные армяне, в свою очередь, не могут вернуться на родину. В провинции Арчешвана была обнаружена высеченная в скале гробница из трех комнат урарского периода. Верхняя часть гробницы служила алтарем. Это подтверждается наличием гробницы водных путей, по которым принесенная в жертву жидкость вино, вода или мед стекала в гробницу. Необычное сооружение отличается от других ранее обнаруженных урарских построек. Руководитель экспедиции доктор-профессор Рафет Чаву Шоулу отметил следующее. Типичный для урарского периода классический дромос состоит из трех ниш, куда были перемещены дары умершим. Гробница отражает особенности урарцев. Можно констатировать, что она служила долгое время. Часть хода была снесена кладоискателями, по другим следам видно, что гробница была открыта гораздо раньше. Подобная гробница встречается впервые. Состояние 207-летней начальной школы Хоринян, разрушенной в квартале Балат Константинополя, ухудшается день от дня. Имущество коренных армян на протяжении сотен лет остается в оккупации. Сотни из них были превращены в сараи или уничтожены. Большая часть армянского имущества квалифицирована как историческое построение. Не будучи реставрированной, оно либо уничтожается, либо находится на грани уничтожения. Одним из армянских сооружений является армянская начальная школа Хориняна в Балате. Свидетельство о собственности принадлежит фонду армянской церкви Сурб Хрештакапет. Именно поэтому здание начальной школы официально не может быть конфисковано. Помимо своей основной функции, оно также использовалось в других целях. Армянская начальная школа Хориням была построена в 1816 году. Здание до 1925 года использовалось в качестве школы, став непригодным после пожара в сомнительных условиях, прекратило свою деятельность. Западная Армения призывает коренных армян восстановить школы, сохранить в нас прекрасный язык западноармянский и распространить армянское мышление на все территории Западной Армении. Первые образцы гончарного искусства Западной Армении датируются с медной эпохи. Позже ремесло начало развиваться в Араратском царстве, достигнув пика своего рассвета. Об этом свидетельствуют традиции армянской керамики 18 века до нашей эры, получившие широкое распространение в средние века, когда слава мастеров Анни и Двина вышла за пределы страны. Самыми известными примерами гончарного искусства этого периода являются тарелки, чашки, кувшины и подносы. Очень часто их украшали изображением птиц и животных, покрывая глазурью. В истории сохранились многочисленные упоминания об армянских гончарных иконах в армянских церквях Иерусалима и Новой Джуги. В дальнейшем наиболее известные центры развития армянско-гончарного искусства были созданы в Константинополе, Теплисии и Львове. И в завершение наших новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок